Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Если к вам домой на работу приходят с обыском и еще обвиняют в неуплате налогов, то, конечно, кто-то опускает руки. А вот, например, генеральный директор агропромышленного комплекса «Край Роман Гольдман» пошел доказывать свою правоту в суд. И доказал спустя два года, как он прошел этот путь, будем говорить сегодня в эфире. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и как вот это происходило? Вам говорят, вы преступник, налоги не платите государству, вы говорите, нет, я не такой. И идете в суд. Вы знаете, для меня было откровением, когда меня пригласили в Следственный комитет и говорят, вот у вас там неуплачены определенные налоги. Я говорю, а вы специалист в налоговом законодательстве? Это же суд должен в итоге решить, должны мы эти деньги или не должны. У налоговиков, у инспекторов, у них свое мнение. Мы доказываем обратное. Мы не договорились ни о чем. И, соответственно, мы идем в суд. Следственный комитет говорит, такая есть статья, 199-я. Если ты не платишь налоги, то до 6 лет... Я говорю, подождите, но еще же не доказано, что я их должен. Ну почему? Есть же, говорит, акт налоговой проверки. Ты должен, поэтому... У нас есть мнение, что у нас достаточно репрессивное государство, да, в смысле контролирующих органов. И тем не менее, вы не сказали, ну да, я вот должен, давайте, я, наверное, заплачу, чтобы от меня отстали, это же репутация, какие-то вещи. А вы сказали, нет, и пошли. Почему? Немножко не так, Ксения. А как было? Конечно, сначала во мне включился боец, который говорит, подождите, я эти деньги не должен. Вот вся моя команда говорит, что мы эти деньги не должны. Мы все платим вовремя, мы знаем, что и как мы делаем. Налоговая считает по-другому. Хорошо, давайте дождемся решения суда. Но действительно было возбуждено уголовное дело. И чтобы оно закрылось, должен был перестать существовать факт этой неуплаты налога. И даже исходя из того, что я не был должен, я для того, чтобы вот эту вот всю шумиху, а было очень горячо. Нам звонили банки, мы звонили факторинговые компании, останавливали финансирование. Мы говорим, ребят, да еще же никто ничего не сказал. Он говорит, ты уголовник. Мы не можем тебе доверять. Я говорю, да давайте дождемся. Они говорят, мы не можем ждать. Поэтому для того, чтобы вот этот накал страстей снять, мы просто заплатили эту сумму с пенями, штрафами, как они насчитали тогда. Заплатили, и, соответственно, дело перестало существовать. Все, ну и теперь хорошенький, замечательный. Но мы решили, что все-таки нужно справедливость восстановить. И обратились в суд с иском к налоговой. И говорим, вот налоговая здесь все-таки ошиблась. Давайте немножко вернемся на два года назад, и вы расскажете всю историю сначала. Почему предъявили, за что предъявили, где они посчитали, что вы недоплатили, и почему вы были уверены в своей правоте? Вы знаете, Ксения, если кому-то интересно, прям вот документальный фильм, можно посмотреть там на сайте. Давайте кратко. Да, кратко. Я тоже не бухгалтер. Я в этом не специалист, и заключение было более 500 страниц. Это акт налоговой проверки. Налоговики ошибочно посчитали, как я понял, дважды налог на прибыль. Когда мы им указывали на эти очевидные вещи, они их почему-то не видели. Может быть, мы недостаточно аргументировали. И вот благодаря этому появилась такая сумма. Мы же крупное предприятие, у нас большие обороты, поэтому такую цифру насчитать несложно. Какая сумма была? Было 63 миллиона. Но к этим деньгам налоговая посчитала штраф и пение, и в общей сложности получилось что-то под 70. Около 70 миллионов. Два года у вас ушло на то, чтобы доказать, что вы не преступник. Мы буквально сразу же подали в суд, и уже через год в суде первой инстанции суд сказал, что, ну, господа из налоговой, вы действительно ошиблись, и ребята уже заплатили этот налог. Вот что-то не совсем так. Налоговики, они пошли в апелляцию, и это нормально. И апелляция подтвердила слова первой инстанции, что да. А когда уже произошла апелляция, и там тоже сказали, что налоговики неправы, то они перечислили нам деньги. Ну, смотрите, я понимаю, что внутренне вы были убеждены, что вы правы. Но когда в суде с одной стороны бизнеса, с другой стороны государства, есть мнение, что, как правило, все равно решается в пользу государства. Вот вы шли и на что рассчитывали? У меня было точно такое же мнение, Ксения. Далее, я ни на что не рассчитывал. Моя задача была иная. Она даже, конечно, нужно вернуть деньги, которые компания не должна, но еще больших денег стоит репутация. Ведь мы не для этого в буквальном смысле слова пашем, сеем, растим поголовье животных, открываем магазины, занимаемся продуктами питания. Не для того, чтобы кто-то говорил, что мы преступники. Мы знаем, что мы ничего не нарушали. Поэтому моя внутренняя эмоция была доказать, что с нами поступили несправедливо и восстановить наше честное имя. Ну, смотрите, суд вы выиграли. Я даже думаю, что вам деньги вернули. Навернули все деньги с процентами. Да, но не было ли у вас мысли теперь заняться иском о защите репутации? Да, ведь два года назад это было очень громко. И вы сами сейчас говорили, банки там с вами не хотели сотрудничать. А, Гольдман, конечно, он мошенник, он там что-то придумал. И пришлось доказывать, да, вот это вот все. Не по своей воле причем. А мы тогда не могли ничего доказывать, потому что это были наши слова. Я собирал пресс-конференцию. Я сначала сказал, что ничего платить не буду. Действительно, во мне сыграл боец, который говорит, нет, мы не должны. Но когда мы увидели, что происходит вокруг компании, и что происходит с нашей репутацией, и что бизнес рушится, мы подумали, хорошо, это не такие деньги для нашей компании, мы заплатим, но восстановим справедливость. Вы спросили, не было ли желания, было желание, потому что удар был нанесен очень серьезно. Мне звонили ребята из-за границы, говорят, слушай, мы тут смотрим первый канал, и показывают тебя. И звонков были сотни в тот день, и в основном они были с поддержкой. Вы знаете еще о таких историях, когда предприниматели выигрывали суды, или ваш суд и ваш выигрыш своего рода прецедент, хотя в России не прецедентное право? Я не специалист в этой области. Как правило, люди, мы как можно чаще рассказываем про то, что где-то с кем-то происходит плохое, почему-то нам это нравится больше, интереснее смотреть, чем где кто-то что-то восстановил, какие-то вещи. Но я уверен, что таких случаев немного. Именно таких, именно таких громких, потому что вот именно за нашим процессом следила практически вся юридическое сообщество нашей страны и соседей. Потому что это было прям действительно громко. Громко начиналось и громко продолжалось. Что стоит репутация вообще у нас в стране при таких случаях? Как вы считаете? Ну вот эмоции же, мне даже сложно представить, что вы тогда переживали. Очень хороший вопрос, потому что, я скажу честно, я даже где-то плакал. Потому что было настолько больно, настолько было тяжко. И я искал в себе силы на то, чтобы продолжать двигаться дальше. Ведь бизнес никуда не делся. 900 сотрудников, у которых не мой вопрос, а как же будет с нами дальше? Это поросят, они разговаривают. Могли бы, они бы тоже спросили, Геннадьевич, как теперь жить? У меня некоторые сотрудники уволились в тот момент. Поэтому оценить мои переживания, моей семьи. Ну в любом случае, для вас эта история закончена. На репутационные потери вы подавать не будете. Можно было с налоговой еще в этом смысле посудиться. Ну, к налоговой здесь сложно, наверное, предъявить претензии какие-то. Я не могу сейчас ответить, это вопрос адвокатов. Надо сначала сейчас, наверное, сделать реабилитационные действия. Потому что у меня же все-таки была некая статья. Сейчас ее нужно как-то аннулировать. У меня нет воинственных настроений. Я понимаю, что где-то кто-то ошибается. Но иногда просто, вот если ты... Немножко было, знаете, немножко некрасиво. Я спросил, неужели так редко возбуждается 199-я статья? Когда я зашел к следователю и увидел горы папок, я спросил, а почему только я попал на телевидение? Ну, наверное, хотели сделать на мне на каком-то примере. Вот это немножко обидно. А все остальное, как бы, это жернова системы. Так бывает. Ну, в любом случае, для вас это уже закрытая история. Я забыл. Честно, я забыл. Я... Вот сейчас вы меня вот в тот момент так унули эмоционально. Я вспомнил, как вот... Ну, журналисты не могут без этого, извините. Да, без проблем. Я хотела, знаете, что у вас еще спросить, пользуясь ситуацией, что вы у нас в студии. Что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве? Естественно, вопрос связан с пандемией и с ковидом. Самоизоляция, потери в бизнесе. Как вы переживали это все? И отразилось ли это на сейчас состоянии сельского хозяйства конкретно в Красноярском крае? Это, мягко скажем, увлекательный момент, когда выясняется, что если у тебя на каком-то предприятии заболевает ковидом сотрудник, то всю смену работающую нужно закрыть, предприятие остановить. Но у меня поросята понятия не имеют про ковид. Они продолжают кушать, они продолжают расти. Они вас могут спросить, Геннадий, где корм? А при этом у меня есть определенное количество человек, которые работают. И я, если я даже заберу оттуда всех, вторая смена не сможет работать за первую. Например, у меня сперерабатывающий завод, там работает 100 человек. И мы, когда появилась вот эта ситуация, мы прямо созванивались с агро-владельцами по всей стране. Говорили, ты что делаешь? Он говорит, я койки ставлю в свинокомплексе. Я говорю, а я разбиваю на группы сотрудников, чтобы не 100 человек, а по 30, чтобы, если не дай бог, кто-то заболеет, одна только группа была убрана с производства. Все остальные работали. То есть такие смены. Были определенные сложности. Запчасти на импортную технику на комбайны не прилетели некоторые до сих пор. Мы пытались что-то придумать. Это обычный житель не видит. Это не ресторан, это не спортзал. Это то, что за. У нас уже заканчивается время, поэтому, если можно очень коротко, это правда или нет история про то, что вы, когда стала пропадать гречка, начался вот этот вот ажиотаж небольшой, выписывали тушенку. Я сказал, зарезервировать ящик консервов каждому сотруднику компании. На всякий случай. Они забрали эти ящики? Или они лежали? Нет, они были зарезервированы, не забрали, слава богу. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. И хорошо, что, в общем-то, справедливость торжествует. Удачи вам, не попадайте больше в такие истории. Спасибо. Спасибо. Это была программа «После новостей», но через небольшую рекламу мы продолжим. Это будет прямой эфир.